Три минуты о загородной жизни Сегодня мы с вами поговорим о банных штучках. Да, дубок-то у меня еще маловат, но дубы в Сибири растут, запомните. Но сегодня мы поговорим с вами об отдушках. Те запахи, которые мы приносим с собой в баню, покупая в супермаркетах всякие банные штучки. Но на самом деле они оказываются очень быстро неприятными, они начинают гореть, неприятно пахнуть. Поэтому мы сегодня занимаемся только натуральными растениями. И я расскажу вам, что и как работает в бане. Например, мелиса. Все думают, что это мелиса, на самом деле это котовник. Мы берем ветку мелисы, вернее котовника. Высушиваем ее и просто приносим в баню, не запаривая. И вы будете ощущать запах лимона, запах свежести в парилке, просто принеся сухую ветку котовника. Идем дальше. Оставим на минутку наш котовник. Вот он лежит с большими листьями. А вот она, мелиса лекарственная. Посмотрите, она совсем другая. Она с мелкими листьями, она цветет до сих пор совершенно другими цветками. В отличие от котовника. Ее тоже можно так же приносить. Она совсем по-другому пахнет. Она очень вкусная. Обычная ирга. Конечно, осень. Конечно, все желтое. Все страшное. Но иргу не надо запасать. Она у вас на участке растет. Вот если вы возьмете просто вот такую веточку ирги, принесете в парилку, в теплую парилку, если сделаете еще какой-нибудь вот такой надрез, запах просто потрясающий. Ну, сейчас мы оставим у моей любимой пихты. Конечно, это уникальное дерево. Все знают, что пихта – это фитоциды. Вот. Поэтому несколько веточек, которые мы отрежем и заварим в кипятке. И потом будем подавать на каменку. Это удивительный запах. Для бани это то, что нужно. Ну, и, конечно, самое любимое мое растение, которое уже на многих участках растет – это красавица туя. Конечно, это просто уникальное растение для бани. У туя вот там внутри желтые листочки, которые уже отслужили свое. Вот их-то и хорошо запаривать в ковшике, и после этого поддавать на камни. Ребят, я вас умоляю, понюхайте, как это пахнет. Это очень вкусно. Впереди зима. А это значит, что нас ждут выходные на даче, в бане. И что для этого нужно, а что взять с тобой в баню, я вам рассказал. Три минуты о загородной жизни. Сергей Богатский, пока. Три минуты о загородной жизни.